Ух, сука, спрашивай! У меня есть что на это сказать. Это пи***ц. А ты хорош, ты хорош. Приветствую всех, дорогие друзья. Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ и Вартандр. Сегодня поговорим о британцах. Давненько мы о них не говорили. И вообще, поддерживайте идею, выражая её блогерской чепухой, если вам хотелось бы пересмотреть британские топы. Ну, предположим, посмотреть на Чифтен, Марксман, если вы хотите заставить меня страдать, конечно, Челленджеры и прочие вот эти вот интересные Чифтены, которые у них существуют. Если будет интересно, сделаем серию видео, касаемо именно данной техники. Ну, а сегодня новинка патча 2.0. ВФМ-5. Это лёгкий танк Британии на боевом рейтинге 9.0 и 6 ранге. И, откровенно говоря, это довольно противоречивая машина. Разобраться о том, что, как, почему и зачем, нам стоит. И давайте прямо сейчас этим займёмся без лишних предисловий. Итак, ВФМ-5 обладает 105-мм пушкой ЛРФ. И, откровенно говоря, это хорошая пушка. Почему? Для боевого рейтинга 9.0 нам уже впихнули на неё ломы М735. Чтобы вы понимали, что это за ломы на 105-мм пушке, то откройте Абрамс с боевым рейтингом 10.0. И найдите на его орудии эти самые ломы. И вы поймёте, что всё выглядит не так уж и плохо. Да, это у него не топовые ломы, но они от топовых отличаются едва-едва. Так что, откровенно говоря, у британца мощная пушка на своём боевом рейтинге. По снарядам, по крайней мере. Летят они, естественно, эти снаряды быстро. Это ломы, почти лазерная точность. У них нормальное пробитие, 353 мм в упор и 342 мм на 500 метрах. Есть только один серьёзный недостаток у данного всего дела. Это урон. Он здесь бывает довольно сомнительный. Кстати говоря, улитки решают, как всегда, нас всех надурить, обмануть. И такие, ну вы же не догадаетесь, а я как взял и догадался. Как бы не назвали эту 105-мм пушку ЛРФ. На самом деле, это Л7. Почему? Да потому что на экспертах перезарядка 7,1 секунды. Да и ломы, откровенно говоря, на Л7 есть приблизительно подобного формата. Так что, ничего страшного, что она такая. А вот за перезарядку в 7 секунд хочется по жопе надавать вот этому ВФМ. Потому что это много для данного орудия. Ну, по крайней мере, на 10.0 обрамса 5 секунд перезарядка. А здесь 7. Непорядок. Ну, мы все еще перестреливаем или стреляем с такой же скоростью, как и другие танки в основном на нашем боевом рейтинге. Тем более, основные наши противники. Это немцы, например. Там все приблизительно так же по скорости перезарядки. Или, если встречаем КПЦшку, то, конечно, у нас попа боль. Там 6 секунд. Ну, в общем и целом, с этим жить можно. Кое-как. Но вот с уроном есть беда. Далеко не всегда данные ломы ранее нормально дамажат. И это будет для вас проблемой, учитывая время перезарядки и, конечно же, живучесть противников. Ибо сам ВФМ не особо приспособлен, чтобы выживать. Это легкий танк. Но об этом чуть позже. Еще касаемо орудия. Пара особенностей. Вертикальные углы наведения заявлены как минус 10 градусов вниз, что здорово, и 20 наверх. Но у ВФМ очень жирная жопа. Он растолстел. И, естественно, стрелять в задней полусфере невозможно нормально. Потому что там орудие задирается вверх. И где-то сектор градусов в 100 для вас недоступен для обстрела. Если вас ставят на двигатель или трансмиссию, то, знаете, если это кто-то сзади, то он пристроится и спокойно завершит начатое. Вы никак на это не повлияете. У ВФМ, конечно, неплохая скорость поворота башни. В 37,5 градусов в секунду это быстро. Но вас в этом случае ничего не спасет. Так что по орудийным показателям, на мой взгляд, для боевого рейтинга 9,0 у него все вполне неплохо. Да, есть какой-нибудь Руйкэт на 8,3 уже с ломами и с пробитием тоже там в 300 мм. И он неплох на самом деле. Или есть на боевом рейтинге 9,0 достойные его соперники. Ну, вот по крайней мере, на мой взгляд. Если мы возьмем какой-нибудь ХМ-803 с его теми же самыми ломами на 346 мм пробития. Но у него перезарядка 7,5 секунд, чуть дольше. Или мы возьмем у Германии боевой рейтинг 9,0, где появился Леопард А1. Все это похоже, но у нас легкий танк. И, откровенно говоря, легкие машины, ну, это либо колесники, либо у них другой БР, ну, типа того же Тама. И там, я думаю, вот на мой, опять же, лично взгляд, немножко сложнее, чем в ФМ. Хотя они довольно близки получаются. И вот почему. Собственно, защищенность британца отвратительная, и у него есть халбрейк. Толщина брони корпуса составляет от 30 до 50 мм. И все это, самое главное, алюминиевый сплав. То есть реальная толщина с коэффициентом будет, ну, раза в два меньше. Алюминиевого сплава коэффициент то ли 0,5, то ли 0,6. Все это не защищает нас практически никак. Несмотря на наличие дополнительных экранов в виде катаной брони высокой твердости, но все это нас никаким образом не защищает от уничтожения и от пробития. Причем даже фугасами, даже артиллерией, даже какими-нибудь, предположительно, самолетами-вертолетами. Все это крайне плохо переживает попадание. Рентген показывает нам четырех силенных экипажа, но машина довольно тесная и уничтожается легко. Плюс боеукладка огромная, и так как есть боеукладка первой очереди, находится она практически везде. И в передней части машины, и под башней, и слева у башни расположены снаряды боеукладки первой очереди. Все это, короче, уничтожается крайне легко. Ну а халбрейк, это вообще сказка для легкого танка, вам прилетает просто рандомный снаряд куда-нибудь в триплексы, и вы считаетесь уничтоженным. В общем, боль. Но при этом для 9.0 у нас уже появляется передовая подвижность, что несколько улучшает возможности ВФМа в бою. У нас масса 20 тонн, а мощность двигателя 560 лошадиных сил. То есть это порядка 28 лошадей на тонну, и это очень хорошая динамика. Поскольку такие танки появляются в виде ОБТ, ну, в среднем на 9.3, а в основном на 10.0 уже что-то такое. То есть мы с этим встречаемся, и там у нас нет преимущества. Но именно для 9.0 против 8.3, например, мы крайне неплохой вариант. Максималка 70 км в час, скорость заднего хода до 16 км в час, что позволяет нам отступать. Это очень важно для легкого танка, не имеющего защищенности и имеющего тенденцию наносить регулярно довольно слабый урон. Также есть у нас крупнокалиберный браунинг и дымы для того, чтобы спасаться бегством. Так как это легкий танк, кстати, у нас есть функция разведки. Есть ПНВ, но главный минус, на мой взгляд, ВФМа в том, что теплака ему не завезли. Если мы возьмем какой-нибудь Type 16 колесный японский, там есть теплак. Если мы возьмем того же самого Руйкета, немецкого, на 9.0, ну опять же он является нашей аналогичной нам, точнее, машиной, то у него боеприпасы повеселее, на мой взгляд, да и как бы он сам быстрее получается, как ни крути. Потому что колесник, хотя опять же не везде, все зависит очень сильно от карты. В общем, то тут, то там напирают на нас наши аналоги, другие западные. По сути, единственное, кого мы переигрываем без вопросов по подвижности и орудиям, это советские танки. Но БР-9.0 их и не существует. Да и вообще, легкие машины у них представлены в основном БМП всякими объектами. Они несравнимы с ЛТшками все-таки немножко. И по итогу, на мой взгляд, у британцев, ну очень странный попрыгун. Благодаря такой подвижности летает, конечно, здорово. Но все это до первого попадания по вам. А поверьте, противнику вообще без разницы, какое у него там орудие и какая там позиция у ВФМ. Если он вас видит и стрелять может, он выстрелит и убьет, скорее всего, ваншотом. Ваше орудие иногда может подводить, хотя в целом является нормальным. С ночных и вечерних карт на этом лучше вообще левать и не играть. И по итогу, ну как-то не так все здорово, как хотелось бы. Да, ВФМ красивый. Да, мне еще хотелось его увидеть с АВ, начиная, когда там мне он по внешнему виду понравился. Но если говорить о реальной его эффективности, то она будет высока только у тех, кто играть на этом реально умеет. То есть на технике, у которой нет брони на хрустальных пушках, ну и любит обходы. И знаете, напоминает он чем-то рушку. Мне лично не зашел, но танк довольно неплохой для рукастых игроков. В остальных случаях, конечно, я бы не назвал его идеальным. Ну, по крайней мере, он идет после руйкета, и все это можно будет поставить в сетап какого-нибудь Чифтену. А британцам крайне не хватает быстрой техники с более-менее адекватной пушкой. И вот ВФМ эту нишу занимает, так что лишним не будет для вашего сетапа. Но, честно, вообще без энтузиазма и без каких-либо восторгов. По крайней мере, на мой взгляд. Если вы уже встречались с ВФМ в бою, пишите, что о нем думаете. Ну, или, по крайней мере, просто высказывайте свои мнения в комментариях. А я пойду потихонечку пилить для вас новый контент. Благодарю всех за просмотр. Рад буду с вами увидеться в новых роликах. Не забывайте также заходить к нам на стримы на ютубе. И, ну что ж, увидимся уже, наверное, там. Всем удачи, денег дачи, ну и прочих благ. Пока.